Сталин Чистым империалистом новой формации оказался Сталин. Он не стал кариатидой, а просто решил поднять империйский труп. Это называлось коллективизация плюс индустриализация. За 10 лет он сделал это, поднимая великаншу по методу древних цивилизаций, когда под воздвигаемые изваяния последствия подкладываются камни. Вместо камней Сталин подкладывался лакраждан СССР. Псоглавцы и кентавры, православные коммунисты и крестоносцы, маленькие человечки и великаны. Фантазия Владимира Сорокина безгранична. В своем новом романе он перетасовал все народы и разделил Европу на княжество, ханство, республики и королевство. Новый мир очень похож на далекое средневековье. Только теперь люди ищут не царство божье, а залежи волшебного металла в республике Теллурия. Теллурия – роман для неравнодушных и активных людей. Сорокин предлагает свой взгляд на будущее, смешивая узнаваемое настоящее и прошлое. Умные и думающие люди по достоинству оценят эту книгу. По правде сказать, особого смысла не было в идее Патрика. Но был личный мотив. Его дедушка родился в Санкт-Петербурге в день распада СССР. Этот же дедушка потом эмигрировал из путинской России во Франции, женившись на студентке-француженке, ставшей бабушкой Патрика. От русского языка у Патрика осталось тридцатка слов, да смутные воспоминания о чтении дедушка и довольно странных русских сказок про какого-то дурака, разъезжающего на печке и умеющего говорить на рыбьем языке. Весьма интересно, я с удовольствием почитал бы ее до конца. Владимир Сорокин переносит читателя в Европу 2080 года. Будущее, несмотря на разительные перемены в мире и устройство человека, кажется очень понятным и вполне реальным. Прибавьте к этому еще язык, полный сарказма и иронии, и вы получите новое произведение Владимира Сорокина «Теллурия». Роман можно найти в сети магазинов «Моя книга». Роман можно найти в сети магазинов «Моя книга».